А точная живет, ну, по-моему, таблицу Менделеева нам сложно как-то, да, против нее бунтовать, отменить и так далее, и так далее. Владимир Васильев, доцент кафедры журналистики и литературоведения Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Сфера научных интересов, история русской литературы и филологический анализ текста. Наука в среднем, это же сегодня что-то чудовищное, конечно, и жалко тратить время на чтение множества книг. А есть вот такие книги, которые не устаревают, несмотря на то, что 90 лет прошло, да, более чем 90. Почему они не устаревают? Потому что там все точно. Там ошибочки маленькие, так сказать, вот они легко устраняются и давно устранены. А точная живет, ну, по-моему, таблицу Менделеева нам сложно как-то, да, против нее бунтовать, отменить и так далее, и так далее. Она там, клеточки дополняются, дополняются. И вот здесь было тоже нечто матричное предложено научному сообществу. Изучал Владимир Яковлевич Проб. Вот если взять пространство текста, огромное совершенно пространство текста, необозримое. Но он, правда, работал вот в разделе словесности, в фольклоре, и это уже уже. А если брать, вот изучал волшебную сказку, и книга его называется «Морфология сказки», то это совсем мизерное пространство по сравнению вот с этим океаном текстуальным. Тем более жанр, который уже не живет, не производит новые тексты. Он такой застывший, из исторического времени выпавший, оторвавшийся от своей мифологической основы, да, чистый вымысел такой. И вот Проб поставил абсолютно математическую задачу, формально-логическую задачу – найти постоянные переменные в тексте. Он, изучив сказку, нашел постоянные, нашел переменные, постоянными оказались, он ввел термин, функции. То есть действия, просто действия героев, да, персонажей. Вот. И как он мыслил, ну, можно из примеров, например, как голова работала ученого. Вот из таких примеров, которые он сам приводит, значит, понять. Царь дает удальцу орла. Это сказочный текст. Орел уносит удальца в иное царство. Дед дает сученке коня, конь уносит сученка в иное царство. Колдун дает Ивану лодочку, лодочка уносит Ивана в иное царство. Царевна дает Ивану кольцо, молодцы из кольца уносят Ивана в иное царство. И дальше примеры не нужны, поскольку понятно, что все время уносит в иное царство героя нечто, да, какой-то атрибут, какой-то помощник. А меняются персонажи. Все. Значит, в сюжете герой выполняет все время одни и те же действия. Функции, а переменные – это персонажи. И вот с этой точки зрения, Проб сделал вывод, это у него самый последний, заключительный вывод. Вообще-то шокирующий. Он говорит, что с точки зрения строения, с точки зрения структуры, нет множества сказок волшебных. Есть только одна сказка, да. Вот так же, как на человека посмотреть, система человек, да, и мы разбираем там проблему строения внутреннего скелета, допустим. Ну, нам не надо 8,5 или сколько там миллиардов у нас сейчас на планете живет, нам не надо там дожидаться, что вот все помрут, и мы там посмотрим, как человек устроен. Вот учитель у нас вносит скелет, все, и говорит, у всех остальное точно так же. Вот здесь, и, кстати, схема, скелет – это слова, которые употребляет Владимир Яковлевич Проб. Структура, тут идут слова строгие, не строгие, целый ряд. Вот, и работа эта вышла в очень плохое время, потому что, ну, совершилась революция не так давно, так сказать, и в университеты, в академию входили марксисты. А у них разговор был короткий, так сказать, если ты, там, да, не совпадаешь как-то с марксизмом, ну, значит, тебя что, так сказать, или репрессируют, или просто задвинут. Вот, пропа задвинули на много-много лет, хотя сразу вышли прогнозы, что, возможно, вот этот метод, назывался он формальным тогда, и это была ошибка, и морфология сказки, учения о формах – это ошибка, и потом все это выяснилось, и на смену пришел все-таки термин структура, структурализм, вот, система, структура. Понятные очень, мне кажется, термины, да, даже школьнику, что там, потому что явления структуры, системы, они на всех уровнях прослеживаются абсолютно. И вот появилось это предположение, значит, а вдруг применим подобный метод к литературным текстам. Ну, когда мы вступаем в область литературы, ну, нам, наверное, страшно становится, поскольку, ладно, там вот этот отрезочек под названием «волшебная сказка», так сказать, фрагментик, но вот этот ужас, когда мы перед океаном текстом, и причем это же становящая система, здесь и сейчас литературная, она живая, процесс продолжается. Да, взять классическую литературу, ну, жизни же просто не хватит там читать эти огромные собрания сочинений наших классиков, да. Там одно собрание сочинений Толстого, наверное, в 90 томах, изданное, невозможно прочитать. Я не знаю, есть ли кто-то, кто прочитал. Ладно, мы паразитируем там на 19 веке, восхищаемся, так сказать, ну, вот залазим там в 20, конечно, потому что хронологически он нам ближе. Ну, есть год, 988, да, год крещения Руси, и мы перенимаем, как вот там цифру назвал Дмитрий Сергеевич Лихачев, трансплантируем на русскую почву более 100 жанров, да, и она начинает жить, ну, всего каких-то 7 веков развития историко-литературного процесса мы почему-то игнорируем. Это один из архетипов, значит, о злых и добрых жонах. Причем, естественно, я никогда не ввожу свою терминологию, от меня вот эта терминология очень мало зависит, я беру только вот по принципу дополнительности, да, то известному научному принципу, только то, что работает, и все, и все. И там не надо особенно стараться, вот у меня как раз есть тут описанная модель образа и сюжета о злой и доброй жене. Вот добрая жена на церковном языке будет святая, злая жена на церковном языке грешная. Нам ближе вот эти термины, они такие мирские, светские. Добрая жена, будем помнить, почему такой язык, элементы языковые такие, будем помнить, что все это восходит, да, к библейско-византийско-древнерусской традиции, поэтому поменьше будем удивляться, что так все звучит. Богобоязненная, боголюбивая, молитвенница, постница, добродетельная, нечелюбивая, благонравная, добронравная, благовоспитанная, любезная, благодарная, стыдливая, крепкая, воздержанная, милосердная, безукоризненная, хорошая, целомудренная, верная, чистая, кроткая, смиренная, покорная, тихая, послушная, беспрекословная, правдивая, честная и трудолюбивая, рукодельница, прилежная, бережливая, мудрая, умная, щедрая, бескорыстная, молчаливая, плодовитая, чадолюбивая, Чадо, ребенок, дитё. Устроительница дома, рода, семьи. Спасительница и даже целительница. Ну, а злая обавница, то есть ведьма, баба богомерзкая, идоломолица, еретица, чародеица, колдунья, нечестивая, бесноватая, прокудливая, плясовица, пьяница, упьянчивая во гласовке древнерусской, законоприступная, злонравная, злопамятная, плохая, худая, негодная, скверная, наглая, бесстыдная, позорная, грязная, срамная, блудная. Я пропускаю ряд слов, хотя древнерусский книжник их не пропускает, даже при переводе священного писания. Там с корнем блуд и чередование у я. Заблудшая, гордая, властолюбивая, самовластная, непокорная, непослушная, упрямая, необузнанная, лживая. Ой, ну, очень много, очень много мотивов зла, гораздо больше. Но в целом эта система вступает, работает как система оппозиции, и, ну, ребенку понятно. И мы получаем некие, с одной стороны, модели, приложение которых к литературному тексту, в котором хоть сколько-то женский образ разработан, моментально этот образ раскрывают. Да? Вот. И, конечно, мы видим, что модели, характеризующие внутреннего человека, да, ментального человека. И поэтому модели, конечно, психоаналитические. Я бы советовал всем девушкам-женщинам прочитать. Там вот два чистых беспримесных типа, Татьяна и Ирина. Потрясающий абсолютно текст. Там тоже черно-белые краски. И Тургенев здесь тоже не виноват. И современных, ну, например, у Василия Макарыча Шукшина, да, у него там доминанта сплошь злые жены, очень редко добрые. В Калине Красной там Люба Байкалова, да, идеальная женщина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова